МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги подведут в ближайший четверг. Какие работы оказались самыми интересными? Какие награды ждут победителей? И будет ли очередная биеннале? Мы сегодня спросим у Юлии Раменской, председателя правления Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России». Здравствуйте, Юля. Рада вас видеть. Во-первых, почему биеннале? Нельзя было назвать просто выставка по-русски? Ну, биеннале дизайна по-русски не получилось. Создать, потому что это проект очень трудоемкий. Вот для того, чтобы открыть первую международную молодежную биеннале дизайна, мы готовились два года. И биеннале, собственно говоря, это означает выставка, которая проходит раз в два года. Вот именно поэтому, то есть готовиться уже сейчас, начнем к следующей, и, собственно говоря, сможем открыться только через два года, в 2020 году. Все понятно. Мы говорим, что биеннале была международная. Представители каких стран участвовали? Вообще, мы планировали данное мероприятие в рамках трансграничного Большого Алтая, в которое входит всего лишь из России Алтайский край, Республика Алтай, и приграничные территории Монголии, Китая, Казахстана. Но наша биеннале вызвала большой резонанс, и у нас очень много было работ вообще по России, из 12 регионов России заявки были. Также из Монголии, из Китая, из Казахстана и из Ирана у нас было много заявок, да, интересные работы поступили. А какие были номинации в рамках биеннале? Девять номинаций в рамках… Ну, мы все не будем перечислять, но, может быть, такие самые-самые популярные, самые известные? Ну, самые популярные. Опять же, мы сделали вообще наше мероприятие образовательное такое, знаете, популяристическое, то есть объяснить о том, что дизайн, он многогранен и многолик. И направлений очень много у дизайна. Средовой дизайн, графический дизайн, ландшафтный, экспо-дизайн, предметный дизайн, мультимедийный дизайн, дизайн книги, дизайн упаковки. Почти все назвали уже, по-моему, номинации. Почти месяц выставка работала, в конце сентября она открылась, по-моему. Какие отзывы получила за этот месяц у зрителей? Потому что можно же было прийти и посмотреть на работы, а их было много. Да, общалась я, конечно же, с молодежью, для меня, как для организатора это очень важно, и спрашивала у них, нужны ли такие мероприятия создавать вновь и вновь. На что мне студенты, конечно же, и вообще это же для молодежи все создано, студенты говорили, что, конечно, надо, нам это очень было интересно, посмотреть не только внутренние наши работы, а посмотреть работы из других вузов, из других стран, из других регионов, сравнить себя, показать с ними. То есть для них это было очень интересно. Но большинство, по крайней мере, отзывов положительные были. То есть зрителей было много? Зрителей было много. Тем более у нас была не только выставка-конкурс, а были еще открытые лекции по разным номинациям дизайна, о которых рассказывали ведущие дизайнеры, да, и мастер-классы. Поэтому у нас было очень много зрителей и на этих лекциях, на мастер-классе, на выставку многие приходили. Ну и работало же и жюри, я так понимаю. Какие работы для членов жюри оказались самыми интересными? Почему и какие, может быть, вам лично понравились? Ой, самые интересные работы. Я вот что хочу сказать, что у нас было около тысячи заявок на наш биеннале. Больше 500 работ было предоставлено вниманию зрителям. Одни из самых лучших. И работала у нас независимая жюри, которая приехала к нам уважаемые гости, коллеги. Да, у нас были и из Монголии, и из Казахстана делегации. И из Новосибирска, и из Екатеринбурга представители, наши коллеги были членами жюри. Поэтому вот однозначно сказать, какие работы понравились. Многое удивило, порадовало. Что удивило, например? Например, по многих, конечно, удивило работы китайцев в предметном дизайне. Очень много порадовало, удивило. Понятно, куда стремиться. Именно нашим российским дизайнерам, педагогам, студентам в дальнейшем, чтобы развивать это направление. Вот у нас в Алтайском крае этого направления нет. И никто нигде не учит. А предметный дизайн это что? Предметный дизайн это разработка и создание кресла, стол, стул, лампа, осветительный прибор, всевозможные какие-то мебель, любая. А вообще индустриальный дизайн существует, термин такой. Это создание автомобилей, космических кораблей, всевозможных инструментов, предметов и так далее. То есть Китай удивляет? Китай удивляет, нам до него далеко. Хотя вот у нас были представители из одной из сильнейших школ Екатеринбурга, Урал ГХ. 50 лет они существуют. У них есть такой вот промышленный, индустриальный дизайн, и они достаточно уверенно в нем работают. Вот скажите тогда, наши молодые дизайнеры, российские, они могут конкурировать с теми же китайцами или с другими представителями других стран? Могут, могут, конечно же, и причем именно наши алтайские молодые дизайнеры могут конкурировать в таких сферах, достаточно известных, как средовой дизайн, это создание интерьеров, экстерьеров, создание комфортной среды, вот о чем сейчас говорят, да. В принципе, достаточно у нас хорошая школа, и наши ребята получили призовые места. Также в графическом дизайне сильная достаточно у нас тоже школа, и хорошие работы. И в книжном дизайне хорошие работы. Очень многих членов жюри порадовало, удивило, восхитило. А какие награды ждут победителей? Победили, я так понимаю, наши китайские гости, да? Ну, собственно говоря, гран-при у нас предполагался один, всего один гран-при, который уходит в Китай именно за предметный дизайн. Я все не буду рассказывать, все тайны раскрывать. Все это будет известно 18 октября на церемонии закрытия Биеннале. Вот, также у нас будут победители в каждой номинации, и еще делиться, то есть несколько мест, потому что у нас же заявлено с 15 до 35 лет, а это и школьники, и студенты, и молодые профессионалы. Их вместе судить нельзя было, потому что школьников даже со студентами нельзя рядом сравнивать. Ну, понятно. А какие награды ждут, ребят? Денежные призы какие-то? Ну, награды... Нет, денежный приз у нас только гран-при один. Остальные это дипломы, собственно говоря, дипломы самого Биеннале, самой Биеннале, да? И у тех ребят, у кого, кто будет удостоен еще дипломами творческих организаций, таких как Союз художников России, Союз архитекторов России, Союз дизайнеров, если они получили первое место в своей номинации и получили диплом Творческого Союза, они становятся лауреатами и получат такой небольшой приз памятный, очень интересный такой сувенир. Тоже пока не будем секреты раскрывать? Да, 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 не будем раскрывать секреты. Ну, Юля, следующая Биеннале будет? Обязательно будет. Мы уже поняли, что, собственно говоря, это нужно, это необходимо, и с горожанами общались, и с молодыми. Это нужно показывать, привозить сюда гостей, причем гостям тоже очень у нас понравилось на Алтае, они говорят, приглашайте, будем приезжать с удовольствием еще. Надеюсь, что мы наберем обороты и в следующий. Хотя именно вот эту территорию нашу уникальную мы, конечно, будем транслировать. То есть не будем в Европы куда-то заглядывать, хотя, может быть, если они к нам и захотят, пожелают, конечно, милости просим. Но наша территория, она тоже своеобразна, со своей традицией, со своей философией, и надо удивлять мир своими вещами интересными. Понятно. Юль, спасибо большое. На удачи вам и в награждении победителей, и в организации следующей Биеннале. Спасибо, спасибо большое. Мы сегодня говорили о первой международной молодежной Биеннале дизайна про будущее с Юлией Раменской, представителем правления Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова